Тридцать вторая глава Книги пророка Иеремии Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год в Сидекии царя Иудейского. Этот год был восемнадцатым годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия пророк был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия царь Иудейский заключил его туда, сказал, — Зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Сидекия царь Иудейский не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха. И сказал Иеремия, — Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, — Купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, — Купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой. Ибо право наследство твое, и право выкупа твое. Купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и ответил, отвесил ему семь сиклей серебра и десять серебреников, и записал книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал Варуху в присутствии их. Так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О, Господи Божий, Ты сотворил небо и землю великою силой Твоей и простертой мышцей, для Тебя ничего нет невозможного, Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Божий великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, Который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершает до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и сделал себе имя, как в этот день, и народ, и вывел народ Твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукой сильной мышцей простертой при великом ужасе. И дал им эту землю, которую дать им клятвенно обещал, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать голоса Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А Ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господня к Иеремии, вот я, Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие этот город, зажгут город огнем, и сожгут его и дома, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали перед отчами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь, и как бы для гнева моего и ярости моей существовал город этот с самого дня построения его до сего дня, чтоб я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению моему делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима, они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Яномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Малоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. И вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место это и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле этой твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ этот все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них, и будут покупать поля в земле этой, о которой вы говорите, это пустыня, без людей и без скота. Она отдана в руки халдеям, будут покупать поля за серебро, и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. Продолжение следует...